Возрастное ухудшение слуха. Как влияет на свойства памяти и умственную деятельность? Какие проблемы можно решить с помощью слуховых аппаратов? Процесс снижения памяти после фидистики, он неизбежен или его можно замедлить? Попробуем разобраться с этим. К сожалению, первые симптомы для нас трудно распознаваемы, потому что слух теряется на высоких частотах, на частотах, которые мы не используем в обычной жизни и в разговорной речи. То есть слух мы теряем постепенно, даже не подозревая об этом. В быту вы можете, в принципе, проверить шепотную разговорную речь на расстоянии 6 метров. Скажите, пожалуйста, стойкое снижение слуха после пятидесяти — это процесс неизбежный? Существуют физиологические процессы старения, которые затрагивают многие системы, в том числе и систему слуха. Безусловно, существует такое понятие, как пресс-биокузис — это старческая тугоухость, то есть снижение слуха с возрастом. Но на сегодняшний день достаточно много исследований, которые подтверждают, что активная социальная позиция, постоянная стимуляция когнитивных способностей, интеллектуальный труд, чтение, какая-то активная жизненная позиция и работа приводят к тому, что этот промежуток сдвигается. То есть мы говорим уже не о 50-ти годах, а о 70-80-ти. Существует также влияние, скажем так, социокузиса. То есть социокузис — это огромное количество шумов, которое окружает нас в обычной жизни. И, соответственно, в зависимости от того, где мы проводим свою жизнь, в мегаполисе или на природе, безусловно, социокузис по-разному влияет на слуховой анализатор. Естественно, у жителей мегаполиса огромное количество ненужных шумов. Самые страшные последствия, которые могут быть при стойком снижении слуха, приводит ли это к ухудшению умственной деятельности, приходит ли это к потере памяти, если слух снижается и стойка снижается? Снижение слуха — это результат того, что клетки слухового анализатора, а чаще всего речь у нас идёт о корковом конце слухового анализатора, то есть это гора головного мозга, которая отвечает за большинство наших возможностей, в том числе интеллектуальных, она, естественно, получает меньшее количество кислорода и питательных веществ, в связи с рядом причин, о которых мы можем потом поговорить. Это приводит и к снижению когнитивных способностей, и, соответственно, к снижению слуха. И если мы говорим о потере слуха, это ни в коем случае не причина снижения интеллектуальных способностей. Это процесс, который параллельно возникает в результате нарушения кровообращения в клетках головного мозга. Ирина Вениаминовна Стагниева. Возраст — 43 года. Базовое образование — Ростовский государственный медицинский университет. Профессиональная деятельность — профессор, заведующая кафедрой болезней уха-горла-носа, декан педиатрического факультета РостГМУ. Семья — муж-сын. Достижения — доктор медицинских наук, более 200 публикаций, 5 патентов Российской Федерации на изобретение. Интересы — путешествия, спорт. Кредо жизни — лучший путь к успеху — это влюбиться в то, что делаешь. Какие причины все-таки приводят к снижению слуха? Как связана излишняя масса тела, ожирение с снижением слуха? Снижение слуха есть огромное количество причин. Если мы говорим об остром снижении слуха, то это один ряд причин. Если мы говорим о хронической тугоухости, то есть длительном снижении слуха, то это, конечно, другие причины. Если говорить об остром снижении, чаще всего это токсические факторы, инфекционные заболевания или это какие-то процессы, которые приводят к острой ишемии сосуда, который кровоснабжает или кортиев орган, то есть улитку, или, соответственно, корковый конец слухового анализатора. Если мы говорим о хроническом воздействии, то это чаще всего хронические заболевания. На первом месте стоят патологии сосудов, которые приводят артериальная гипертензия, атеросклероз и, безусловно, ожирение. Потому что ожирение нарушает метаболизм, соответственно, что приводит к формированию атеросклеротических бляшек, просвет сосуда уменьшается, кровоснабжение головного мозга снижается, ухудшается, и, соответственно, мы недополучаем определенное количество питательных веществ и слух можем потерять. Как нам могут помочь в такой ситуации слуховые аппараты? Если человек начинает использовать слуховые аппараты, какие проблемы он решает? Если мы говорим о возрасте, возрастных изменениях, то, безусловно, потери могут быть связаны и с изменением подвижности слуховых косточек за счет того, что они могут быть туго подвижны с возрастом. Это может быть изменение за счет толщины барабанной перепонки, это могут быть изменения за счет направленности слухового прохода, за счет обвисания мягких тканей перепончатой хрящевой части нарушенного слухового прохода. То есть это нарушение звукопроведения. Существует также нарушение звуковосприятия. Звуковосприятие мы говорим о, в первую очередь, кровоснабжении клеток головного мозга, нервных клеток, которые и отвечают за преобразование звукового импульса. Если говорить о слухопротезировании, то мы можем протезировать и на уровне звукопроведения, и на уровне звуковосприятия. И мы получим разный эффект. И в настоящее время слуховые аппараты, они, в общем-то, вполне доступная вещь. Его можно использовать с первых явлений снижения слуха. И большую часть, в общем-то, практически до 80% компенсировать потерю слуха и на уровне звукопроведения, и на уровне звуковосприятия. Насколько вредны очень громкие звуки? И какова должна быть их длительность, чтобы это уже становилось опасно? Потому что с возрастом очень сильно раздражают громкие звуки. И вот насколько они опасны? У нас есть диапазон восприятия. Это от 16 Гц до 20 тысяч. И если звук будет достаточно сильный, то, конечно, даже кратковременного воздействия будет достаточно, чтобы повредить слуховой анализатор. Слуховой анализатор может повредить шум и вибрация. Потому что мы говорим с вами о звуковой волне, а это механическая волна. И если она не будет вступать в резонанс с теми анатомическими структурами, то есть она не подходит, она начинает их разрушать. А если люди, и сейчас это достаточно распространённые явления, всё время ходят в наушниках? То есть они засыпают с наушниками, всё время слушают в этих наушниках постоянно какой-то фон. То есть они всё время закрывают ушную раковину. Чем это чревато может быть? Что делает наушник? Наушник напрямую подводит звук к барабанной перепонке. Это уже не физиологично. Природа так не придумала. Когда мы говорим о звуках достаточно приятной частоты, естественной частоты разговорной речи, особых последствий не будет. Если же мы говорим о превышении звука, о раздражителе, который превышает обычную разговорную речь, то, конечно, будет нарушение слуха. Чем дольше, тем быстрее оно наступит. Каковы первые симптомы снижения слуха? Если мы говорим об острой потере слуха, то симптомы достаточно красноречивые, и любой пациент сразу почувствует снижение слуха. Если мы говорим о хронической потере слуха, о формировании хронической тугоухости, то, к сожалению, первые симптомы для нас трудно распознаваемы, потому что слух теряется на высоких частотах, на частотах, которые мы не используем в обычной жизни и в разговорной речи. То есть слух мы теряем постепенно, даже не подозревая об этом. Поэтому первые симптомы могут возникать, когда уже достаточно большой процент потери слуха имеется, и потеря слуха уже переходит на разговорные частоты. Конечно, стоит обращать внимание, например, на бытовые такие вещи, как звук телевизора. То есть мы, в общем-то, привыкли к определенным цифрам, силы звука, телевизор. И если вдруг мы ежедневно начинаем увеличивать, то есть нам кажется, что нужно добавить силу звука, то есть пультика прибавляем, 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 и мы понимаем, что это не так, как вчера, не так, как позавчера, то, конечно, это симптом. Еще нужно обратить внимание на переспрашивание. То есть насколько часто вы переспрашиваете окружающих людей. Потому что первый симптом потери струха страдает не громкость звука, страдает разборчивость речи. И какие существуют тесты для проверки слуха, остроты слуха? И где эти, ну, только у врача можно воспользоваться этими тестами, или все-таки можно доверять тестам в интернете? Существуют субъективные и объективные методики. Субъективные методики основаны на том, что пациент заинтересован в исследовании, и он, соответственно, будет говорить, да, слышу или да, не слышу. Существуют объективные методики, которые используются или для экспертных случаев, когда пациент нас пытается каким-то образом вести в заблуждение. То есть это или допуск к работе, или профессиональная вредность, и какие-то льготы получить. Поэтому человек, заинтересованный в болезни, он, безусловно, может вполне доверять субъективным методикам. Что касается методик, то существуют методики, конечно, очень простые. Например, исследование разговорной речи. В норме мы слышим разговорную шепотную речь более 6 метров. То есть в быту вы можете, в принципе, проверить шепотную разговорную речь на расстоянии 6 метров. То есть закрыв одно ухо, повернувшись к вашему помощнику, который будет с вами следовать слух, тем ухом, в котором вы заинтересованы, попросить вашего помощника отойти на 6 метров и произносить слова, обычные слова разговорной речью и обычные слова шепотной речью. Если вы не можете повторить эти слова, то, соответственно, просите своего помощника подойти на шаг. Будет 5 метров, 4, 3 и так далее. То есть мы говорим о снижении слуха. Исследование в метрах. Методика, конечно, достаточно субъективная. Врач от ларинголог более профессионально ее проведет. По крайней мере, для этого не нужно идти к лор-врачу. Что касается самой простой, самой эффективной методики, это аудиометрия. Она проводится в сурдологическом кабинете с помощью аудиометра. Пациент одевает наушники, и в наушники подаются различные звуки, разные частоты и различные силы звука. Пациент говорит, слышу, не слышу. И врач-сурдолог чертит кривую, которая, в общем-то, отвечает на вопросы, на каких частотах существует потеря слуха или она не существует. Для того, чтобы дольше сохранить слух, необходимо поддерживать активную интеллектуальную жизнь. Необходимо ограничить себя от вредных факторов, соблюдать диету, соблюдать правильный образ жизни. Вовремя обращаться к врачам для лечения хронических заболеваний, потому что все это косвенным образом влияет на степень остроты слуха. Поэтому главное — это обезопасить себя от влияния вредных факторов. То есть это шум, это вибрация, и, безусловно, вторичная профилактика — это лечение хронических заболеваний. Вы хорошо слышите своего собеседника по телефону? А если одновременно говорят два или три человека, вы разбираете, о чем идет речь? Вы постоянно пробуете увеличить громкость телевизора? Вас просят говорить тише? Вы различаете тихую речь? Если вы отвечаете утвердительно, возможно, пришло время проверить слух.